Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на православном портале Экзегет мы говорим о книгах. О книгах, которые меняют жизнь человека, которые помогают человеку и которые обязательно нужно хотя бы однажды прочитать, хотя некоторые из них вполне могут стать вашими настольными книгами. И первая такая книга, о которой я хотел бы сказать, это «Путь к спасению» святителя Ефеофана Затворника. Это книга, которая, вне всякого сомнения, может быть названа книгой, охватывающей собой абсолютно всю духовную жизнь христианина. Я очень хорошо помню, как я впервые взял в руки эту книгу, мне было в то время, наверное, 23-24 года, и я находился еще на самом начале своего пути выцерковления, но эта книга, за то короткое время, которое я провел, читая ее, дала мне возможность узнать о христианской, о духовной жизни практически все то, что понадобилось мне впоследствии. Причем книга это очень своеобразная. На самом деле это лекция святителя Ефеофана Затворника по аскетике, которую он читал студентам. И поэтому вся книга поделена на главы, подглавки, пункты и подпункты, но при этом эта книга совершенно живая, потому что она является выражением внутреннего, необыкновенно ценного духовного опыта самого святителя Ефеофана. И эта книга учит всем тонкостям, всем глубинам духовной жизни и является неким средоточием всего того, что говорили о молитве, о борьбе со страстями, о баскезе, святые отцы. Эта книга, на мой взгляд, хорошо было бы перечитывать раз в два-три года, чтобы обновлять в себе те знания, которые она дает читающему ее. Я помню, что эта книга была очень важна для такого близкого к нам по время святого, как святой преподобный исповеданник Никон Оптинский, потому что в его дневниках я находил свидетельство о том, что именно эта книга во многом обусловила его дальнейший жизненный выбор. В этой книге, в частности, говорится о том, что благодать Божия постоянно стучится в сердце человека, призывая его к необходимым внутренним изменениям. И человек очень часто отказывается решаться на эти изменения, считая, что у него еще есть достаточно много времени. Он откладывает эти изменения на завтра. И вот это откладывание на завтра становится одной из главной трагедии человеческой жизни, в том числе и становится трагедией нашей христианской жизни, потому что нам постоянно кажется, что есть масса важных вещей, которые мы можем сделать не сегодня. Но не делая их сегодня, мы очень часто просто не делаем их никогда. Вот эта книга дает человеку возможность изменить свою жизнь. Она дает возможность понять, что что-то менять в себе нужно прямо сейчас. Дает для этого превосходную мотивацию, дает для этого превосходное понимание, как именно эти изменения должны происходить. И становится, повторюсь, подлинной школой внутренней духовной жизни. Всем вам ее обязательно советую прочесть. Еще одна книга, которую я хотел бы вам посоветовать. Эта книга немного другого характера, немного другого толка. Эта книга не святоотеческая, она даже написана не православным христианином, но, как ни странно, при этом она вполне соответствует святоотеческой традиции понимания и внутренней жизни, и, самое главное, тех искушений и соблазнов, с которыми мы в своей жизни сталкиваемся. Эта книга с немного легкомысленным названием, она называется «Письма Баламута». Ее автор Клайв Стейплс Льюис, которого очень многие знают по его замечательным книгам детским, по хроникам Нарнии. Многие смотрели фильмы, снятые по его книгам. Меньшее количество людей читал его книги, но на самом деле он был совершенно замечательным христианским автором. И это совершенно удивительно, совершенно загадочно, как это могло быть, но в такой легкой, доступной, очень простой даже игровой форме, в небольшой книжечке он рассказывает очень подробно о том, как в отношении нас действует враг нашего спасения. То есть там изложена тактика, там изложена стратегия, там изложены какие-то конкретные примеры, очень яркие, очень сильные того, как враг уловляет человека, при этом оставаясь невидимкой. И к этой книге «Записки Баламута» присоединяется, как правило, еще одна не совсем-совсем небольшая книжечка, которая называется «Баламут поднимает тост». И согласно сюжету этой книги, дело происходит на выпускном балу бесов-искусителей, которые прошли необходимую школу обучения и отправляются в мир для того, чтобы губить людей. И вот то, о чем говорится на этой речи, на выпускном балу, нам всем обязательно необходимо прислушаться. Почему? Потому что нам очень часто кажется, что все, что происходит в нас, все то, что мы думаем, все то, что мы чувствуем, все то, чего нам хочется, это продукт какой-то нашей собственной внутренней, скажем так, жизнедеятельности. Но очень часто это продукт деятельности совместной, потому что, с одной стороны, это действует наше страсти, наше несовершенство, а с другой стороны, этим всем умело пользуется враг, потому что враги воюют против нас посредством наших же слабостей, наших грехов и наших страстей. И это можно, наверное, сравнить со следующим процессом. Вот мы пытаемся разжечь костер, мы подкладываем туда бумагу, какие-то сухие щепки, но огонь плохо разгорается. И вдруг кто-то в этот костер приснул бензина, и сразу же костер разгорелся, он вспыхнул ярким, сильным пламенем. И когда мы чувствуем, что в нас что-то вдруг вспыхивает вот таким ярким, сильным пламенем, гнев, раздражение, обида, желание кому-то за что-то чем-то отплатить, то можно совершенно точно быть уверенным, что к действию нашей страсти присоединилось действие демоническое, действие бесовское. Но это один из множества примеров того, как может работать знание козней врага нашего спасения. Чем лучше мы знаем его тактику, чем лучше мы её понимаем, тем проще нам бывает бороться с ним. Ну а точнее бороться со своими страстями, со своими грехами, потому что в этом одна из наших главных задач заключается. Ещё одна книга, с которой я хотел бы вас сегодня познакомить. Это книга чрезвычайно талантливого писателя, может быть, немного необычной для него. Это книга «Сила и слава», автор этот Грэм Грин. Сам Грэм Грин, если мы посмотрим его биографию, жил очень сложной жизнью. С одной стороны, он был офицером британской разведки, не самым удачливым и, может быть, не самым профессиональным, об этом свидетельствует биография. С другой стороны, он был человеком с очень сложной личной и семейной жизнью и тоже был не вполне, скажем так, не весьма счастлив в своей жизни личной. Но при этом он написал совершенно потрясающий роман, который называется «Сила и слава». Сюжет этого романа тоже не назовёшь, скажем так, избитым, шаблонным, он достаточно необычен. Период, который описывается в этом романе, это Мексика, гонение на церковь, когда к власти пришли в Мексике коммунисты в некоторых штатах. И в том штате, в котором происходят действия романа, уже не осталось больше ни одного священия, который бы служил в храме. Все либо расстреляны, либо бежали, либо те, кто не бежал и кто спас от расстрела, отказались от служения в священном сане и пошли на сотрудничество с коммунистами. А главный герой этого романа, он идёт иным путём. Он не служит в храме, потому что не осталось открытых храмов. Он не расстрелян, потому что он ещё не попал в руки коммунистов. Он не уезжает, потому что он считает, что необходимо выполнять свой священнический долг, то есть служить время от времени мессу, кого-то исповедовать, кого-то крестить, причащать отходящих от этой временной жизни к жизни вечной. Но при этом он давным-давно сильно, даже, скажем так, страшно пьёт. Он стал алкоголиком. Он совершенно опустился. Он неоднократно совершал какие-то грехи тяжкие. Он пал настолько низко, что где-то в каком-то селении небольшом растёт ребёнок, прижитый им с какой-то незнакомой ему толком женщиной. Но при этом он выполняет свой христианский, свой священческий долг, не чувствуя в себе сил от этого долга отказаться. Я не буду рассказывать эту книгу целиком. Те, кто её не читал, наверное, будут мне за это благодарны, потому что иначе было бы не столь интересно её читать. Но эта книга о том, как человек, неоднократно падавший в самые тяжкие грехи, кажущийся всем опустившимся и ничтожным, может быть при этом героем духа, может быть настоящим христианом, может быть человеком, способным на подвиг и может быть мучеником. Почему я считаю эту книгу крайне важной? Потому что мы живём в очень сложном мире. Мы сами очень сложные и зачастую очень слабые люди. Мы совершаем в этой жизни множество ошибок. И порой нам кажется, что наша сложность, наша греховность, наша слабость совершенно ударяют нас от Бога. И такого рода примеры, примеры, которые не являются образцами жизни совершенной, для нас бывают очень важны. И с точки зрения того, что они могут нас воодушевлять, и с точки зрения того, что они могут показать, как происходит вот этот переход от жизни немощной, сложной, греховной к той жизни, ради которой нас создал Господь. Но в данном случае, я думаю, что вы сами сделаете для себя вывод, в чём заключается сила и слава такого немощного, такого грешного человека. Я могу сказать, что я когда читал этот роман, то я не мог держаться, и слёз катились по моим щекам, и у меня было ощущение, как будто в моё сердце, что входит что-то раскалённое. Но вот эта боль и это страдание носили для меня, безусловно, с одной стороны очищающий характер, а с другой стороны были для меня источником огромного вдушевления. Я за эту книгу Грэму Грину очень сильно благодарен. Думаю, что будете благодарны и вы. Очень часто люди спрашивают, что им почитать вместе со своими детьми, потому что есть книги для взрослых, есть книги для детей, а есть ещё такие книги, которые любой взрослый человек может читать вместе с ребёнком и в то же время ощущать, что это чтение в равной степени подходит и для ребёнка, и для него. Вот для меня в детстве одной из таких книг, которые мне очень много дали, была книга «До свидания, овраг» уже давно-давно покойного писателя Константина Сергеенко, человека чрезвычайно талантливого, к сожалению, очень рано из этой жизни ушедшего. Герой этой книги не люди, герой этой книги – собаки, которые живут в застраиваемом районе, где сохранились пустыри, где сохранился этот самый овраг. Это собаки, каждая из которых оказалась на улице не по собственной воле. Они одиноки, поэтому они сбили стаю, они никому не нужны, поэтому они поддерживают друг друга, они ни от кого не получают ни помощи, ни поддержки, поэтому они во многом озлоблены, жесточены. Но все они наделены, безусловно, автором человеческими чертами. Они все очень трогательные, и они вызывают очень сильные сострадания. И эти собаки, и их друг, домашний кот по кличке Мамот, который на какое-то время присоединяется к ним. Хотя я могу сказать, что эта книга – одна из тех, которая помогла мне каким-то образом понять свое отношение ко всей той боли, ко всей той хрупкости, которую я вижу в окружающем меня мире. И я читал эту книгу сам, потом, я помню, в детстве прочитала ее мама, эта книга на долгое время стала тем, что мы обсуждали, и, скажем так, через призму чего смотрели на те обстоятельства, которые нашу жизнь сопровождали. И когда я видел, условно говоря, в тех дворах, в которых я вырос, детей, до которых не было дел их родителям, когда я видел молодых ребят, которые погибали от наркотиков, которые попадали в различные жизнебедственные обстоятельства, вот, я всегда вспоминал этот роман, маленький, или же эту небольшую повесть. Потому что я понимал, что, конечно же, автор говорил не о собаках, он говорил о людях, вот таких же брошен, таких же разбивающихся в стае, таких же, остающихся без поддержки и без помощи. И мне всегда было понятно, что единственный, вот, наверное, реализуемый посыл, послание этой книги заключается в том, что людей в таком состоянии находящихся обязательно надо замечать, и обязательно нужно становиться для них родным, близким человеком, взамен всех тех родных и близких, которые из их жизни по той или иной причине ушли. И мне это всегда помогало, и видеть боль, и откликаться на неё, и не бояться её. Думаю, что и вам, и вашим детям эта книга тоже окажет подобную помощь. И в дополнение ко всему вышесказанному, вот есть ещё одна книга, которую не обязательно читать вместе с детьми, но которая, на мой взгляд, обязана прочесть любой родитель. Я так самонадеян об этом говорю, но на самом деле в этом совершенно убеждён, потому что книга написана величайшим педагогом Янушем Корчиком, и эта книга называется «Когда я снова стану маленьким». Это сказка, или, может быть, это фантастика, неважно, но в этой книге взрослый человек, её главный герой, одним прекрасным утром просыпается, и вдруг он понимает, что он снова стал ребёнком. Где-то за стеной мама, где-то за стеной папа, где-то маленькая сестрёнка, а он совершенно взрослый человек, но в теле ребёнка. И никто не верит ему, что он взрослый человек, и никто не примет во внимание всё то, что он может о взрослой жизни рассказать. Ему по необходимости приходится подчиниться этим переменам, снова идти в школу, снова служатся папу и маму, снова служатся своих учителей, и он вдруг с огромным удивлением и возмущением понимает, насколько мир взрослых не справедлив по отношению к миру детей, насколько взрослые не понимают детей, насколько они входят в их нужды, насколько они от них отгораживаются, насколько они не готовы давать им ответы на самые необходимые насущные вопросы. И я в данном случае, наверное, не раскрою большой тайны, если скажу, что, в конце концов, герой этой книги вновь из ребёнка стал взрослым человеком, но став снова взрослым человеком, он вынес из этого уникального опыта для себя знание о том, как взрослый человек должен относиться к детям, как взрослый человек в ребёнке должен видеть тоже вот эту неповторимую человеческую индивидуальность, относиться к ней с уважением, с пониманием, а самое главное, чтобы взрослые люди помнили себя самих детьми, помнили, что вызывало у них боль, на что они надеялись, чему радовались, о чём мечтали, что хотели узнать, чего не понимали, потому что всё это и должно составлять обязательно область общения взрослых людей с людьми маленькими, родителей с детьми, учителей со школьниками, ну и так далее. Эта книга совершенно замечательная, и с ней обязательно нужно познакомиться. Только сначала её надо прочитать самому, и уже только потом можно давать ребёнку, потому что если её прочтёт ребёнок, но не прочтут папа и мама, эффект будет совсем не такой хороший. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!